Встреча с бизнес-сообществом региона прошла в рамках продолжения реализации масштабного проекта «Школа экспорта» в Бобруйске. Она прошла не случайно, ведь он включён в программу ускоренного социально-экономического развития 11 городов Беларуси. Главный спикер, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, сделал акцент на том, что сегодня важно учиться обеспечивать стабильную работу предприятий в условиях жёсткой конкуренции. И экспорт – это ключевая задача экономики. Бобруйск – это промышленный город, это город с хорошими традициями по экспортным поставкам. У нас есть целый ряд предприятий, которые сегодня известны на рынках многих стран. Но мы сегодня все испытываем, наверное, ту ситуацию, которая обязывает нас предпринять серьёзные шаги по наращиванию экспорта. К слову, в Бобруйске сегодня свыше 1400 коммерческих организаций. 200 из них занимаются производственной деятельностью. И более 500 – это сфера услуг. По словам заместителя председателя Бобруйского горосполкома Ольги Жук, за полугодие экспорт продукции составил 200 миллионов долларов, что, впрочем, меньше по сравнению с 2018. Наш город поставляет товары в 83 страны мира. Но главная десятка – это Россия, Украина, Казахстан, Литва, Польша, Иран, Голландия, Болгария, Германия и Латвия. Важнейшие экспортные позиции, ну, руководители прекрасно знают, это шины, машина, оборудование. Хорошо мы представлены на экспорт продукции пищевой промышленности. Это кондитерская, это мясная продукция, это соки, это пиво. Лёгкая промышленность также широко представлена на экспорт. Ну, понятно, это одежда, это изделия из кожи и, безусловно, наша деревообработка. В рамках школы экспорта участники познакомились с проектом Центра делового образования и узнали, как разрабатывать стратегии бизнеса, выбирать рынки сбыта продукции и эффективно вести переговоры о поставках. Ранее школа стартовала в Орше, Борисове, Мозере, Пинске и Лиде.